Всех приветствую! Сегодня я хочу представить вам свою работу на тему идентификации нелинейной динамической системы на основе рядов вольтера с пользой многочленов Чебашова. Интегральные модели позволяют описывать поведение динамических систем и процессов. Существует большое количество материалов, описывающих практическое применение интегральных моделей в самых различных областях науки. Моя выпускная квалификационная работа посвящена исследованию области моделирования динамических систем с параметрами. Задачами данной работы являются разработка моделей динамических систем на основе рядов вольтера с пользой многочленов Чебашова, нахождение способа идентификации описанных моделей и тестирование разработанных моделей способа идентификации на практической задачи моделирования цифровых предискажений сигналов. На современном этапе развития беспроводных технологий невозможно обойтись без алгоритмов цифровой коррекции сигналов. Усилители мощности вносят значительные нелинейные искажения в сигнал, однако многие беспроводные стандарты связи накладывают жесткие требования на спектральную мощность улучшаемых сигналов. Таким образом, задача моделирования цифровых предскажений является актуальной в данной области. Данную задачу можно представить в виде следующей схемы, в которой FDPD – это оператор, который как раз-таки и отвечает за нелинейную коррекцию сигнала. Данный оператор зависит от вектора параметров W. Под ошибкой будем понимать разницу между входным сигналом и выходным, и тогда задача моделирования предскажений, или задача DPD, заключается в нахождении такого вектора параметров ω, который минимизирует норму вектора ошибки. Данную задачу можно разделить на две важных подзадачи. Первое – это моделирование оператора, то есть нахождение функциональной зависимости от вектора параметра W. И второе – это решение задачи оптимизации, то есть непосредственно нахождение неизвестных коэффициентов. Оператор FDPD моделируется с помощью следующей модели описания динамических систем, которая основана на усеченных рядах вольтра, в которой лишь два слагаемых. И задача идентификации данной модели заключается в определении неизвестных ядер K1 и K2. Данная задача является некорректно поставленной, поэтому в выпускной квалификационной работе она решается в приближенном виде. Полагается, что ядра вольтра имеют следующий вид, а именно сумма произведений некоторых коэффициентов на функции из некоторой системы ортогональной функции на отрезке от порядка T. И у нас вводятся новые параметры нашей модели – это MM1, MM2 – количество слагаемых для аппроксимации. В качестве системы ортогональной функции используется полная система ортогональных многочленов Чебышева первого рода, которая задается следующим рекуррентным соотношением. Необходимо отметить, что нужно использовать линейное отображение из отрезка от 0 до T в отрезок от минус 1 до 1, потому что именно на этом отрезке данные многочлены являются ортогональными. Подставим. Итоговый вид модели выглядит следующим образом. Задача идентификации данной модели заключается в нахождении неизвестных коэффициентов АИТа, ИЦИТа, ИЖИТа. Необходимо отметить, что данная модель является линейной по отношению к неизвестным коэффициентам. Таким образом, для нахождения коэффициентов проведем N экспериментальных измерений, то есть возьмем N пар вида вход-выход. И скажем, что пусть в данных точках предсказанное значение модели будет равно реальному уходному сигналу. И тогда мы получаем систему линейных уравнений относительно неизвестных коэффициентов АИТа, ИЦИТа, ИЖИТа. И наилучшее решение данной системы находится с помощью метода на меньших квадратов, где как раз таки X в данном случае это вектор неизвестных коэффициентов. Далее в работе было проведено тестирование данной модели и способа аппроксимации на некоторой модельной задачи. То есть предположим, что у нас есть динамическая система со следующей парой вход-выход. На рисунке представлены как раз таки графики входного и выходного сигналов. И для оценки качества аппроксимации используется максимум модуля разности между предсказанным значением и реальным динамической системой. В таблице представлены значения ошибки. То есть как можно видеть, ошибка мала, и если бы мы изобразили на одном рисунке графики предсказанного и реального сигналов, мы бы не увидели никакой разницы. Следующим этапом было тестирование данной модели на практическая задача моделирования цифровых предискажений. Для этого необходимо немного изменить модель, сделать ее дискретной. Все интегралы были заменены на суммы, а также был введен новый параметр M, это память модели. То есть теперь наша модель помнит только M последних значений из входных данных. И для оценки качества аппроксимации на задачу моделирования цифровых предискажений сигналов использовалась метрика NMSE, то есть это средняя сумма квадратов отклонений, нормализованная по вектору данных значений сигналов. Были получены два вектора значений, входной и выходной, то есть каждый из которых содержал 260 тысяч элементов. На рисунке представлены графики плотности и мощности входного и выходного сигнала, синий соответственно это входной сигнал, динамическая система красный это выходной. И в таблице представлены результаты тестирования на данной задаче. И вот на графике черным цветом изображен график предсказанного значения. То есть как можно видеть, качество аппроксимации далеко от идеала, поэтому следующим шагом было улучшение модели. Именно за основу уже была взята модель нестационарных динамических систем. То есть теперь ядра вольтра явно зависят от момента времени t, а не только от запаздываний. Итоговая модель, в основном, фикасонаровой типовой, выглядит следующим образом. То есть необходимо отметить, что она все так же является линейной по отношению к неизвестным коэффициентам a, a и c. И таким образом способ инфекции данной модели, он остается тем же самым. В таблице представлены результаты аппроксимации для данной модели. То есть как можно видеть, качество уже стало гораздо лучше. И на рисунке черным цветом представлена аппроксимация модели на основе нестационарных динамических систем. То есть как можно видеть, она практически полностью повторяет выходной сигнал динамической системы. И в результате выпускной квалификационной работы были разработаны две модели стационарных и нестационарных динамических систем на основе рядов вольтра с использованием многочленов Чебушева. Были описаны способы идентификации данных моделей. И были получены результаты применения моделей на практические задачи моделирования цифровых предискажений сигналов. По теме диплома была выпущена статья. В журнале Mathematics также были выступления на конференциях динамической системы компьютерной науки и на научно-практической конференции ИГУ. На этом у меня все. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.